В конце лета и в начале осени наблюдается рост энтеровирусных инфекций. Это заболевание имеет множество клинических проявлений, схожих с респираторными инфекциями и аллергическими реакциями. Почему они возникают и как их избежать, расскажем в следующем сюжете. Жаркое лето – самое благоприятное время года для возникновения и стремительного развития. Энтеровирусных инфекций причины возникновения болезни могут быть различные. Это не мытые овощи и фрукты, не качественная вода. В течение двух лет наблюдается рост энтеровирусных инфекций. Часто причинами заражения становятся грязные овощи и фрукты, а также водоемы с грязной водой. Следует мыть все овощи, которые вы покупаете, или на них могут быть вирусы. Энтеровирусные инфекции характеризуются многообразием клинических симптомов. От легких лихорадочных состояний до менингитов. Эти вирусы регистрируются в течение всего года. Подъем заболеваемости отмечается в летние и осенние месяцы. Наиболее восприимчивы к энтеровирусам являются дети в возрасте до 6 лет. Симптомы заболевания зависят от поражения тех или иных органов и могут протекать по-разному. При первых признаках заражения энтеровирусной инфекцией необходимо сразу же обратиться к врачу. При развитии энтеровирусной инфекции симптомы характеризуются лихорадочным состоянием. Одним из показателей заражения – тошнота, сыпь и высокая температура 38-40 градусов. Если есть такие симптомы, нужно обращаться к врачу. Если соблюдать правила гигиены, покупать продукты и правильно хранить, пить чистую воду и не посещать необорудованные пляжи, то заражение энтеровирусной инфекцией можно будет избежать, утверждают специалисты. Продолжение следует...